7 минут о жизни города. С вами Тимур Лаев. Здравствуйте. Борис Албеков и Махарбек Хадарцев решили сотрудничать в решении острых городских проблем совместно с депутатами Гордумы. Народные избранники будут сообщать главе администрации местного самоуправления города Владикавказ о проблемных объектах в своих округах, которые наиболее остро нуждаются в ремонте. При этом депутатскому корпусу будет оказываться всяческая помощь со стороны администрации. В свою очередь, гранначальник пообещал незамедлительно отправлять на места специалистов и устранять возникающие проблемы. Не откладывая в долгий ящик обещанное, рабочая группа под председателем Бориса Албекова посетила детский сад номер 24. Это первая встреча в рамках договоренности о сотрудничестве между АМС города Владикавказ и собранием представителей в решении важных проблем. Инициатором встречи выступила депутат Городской думы Виктория Цуциева. С условиями, созданными в детском саду вместе с гранначальником, ознакомились заместитель главы АМС города Владикавказ Майран Тамаев, депутат собрания представителей города Владикавказ Виктория Цуциева и сотрудники городской администрации. Борис Албегов осмотрел дошкольное учреждение и заявил, что необходимо создать максимально комфортные условия в детском саду. Для этого в доме номер 24 будет проведена замена фасада здания и капитальный ремонт пищеблока. Осмотрев помещение с протекающей кровлей, Борис Албегов дал поручение в короткие сроки завершить ремонтные работы. Как только потеплеет, мы вам обязательно сделаем кровлю, новую крышу красивую сделаем, покрасим фасад, поменяем, заменим двери, окна, и пищи в детский сад вырастает, но и красивее. В завершение осмотра глава АМС города Владикавказ пообщался с сотрудниками и поблагодарил их за заботливое отношение к детям и к своей работе. Практика подобных встреч будет продолжена по всем округам со всеми депутатами собрания представителей. В детском саду я работаю с 2011 года, за период моей работы было, конечно, немало сделано в детском саду тоже, но на сегодняшний день у нас очень большая проблема была эта крыша, канализационные трубы и фасады, вот такие работы, в основном, такие глобальные работы. Вот, и в связи с тем, что у нас в прошлом году посетили нас депутаты, вот конкретно ЦУЦева Виктория, вот обратили внимание, что у нас действительно с фасадом и проблемой внутри у нас проблемы с различными там вот такими техническими работами. Будет сделана крыша, двери, окна и пищеблок, ну, конечно, не сразу все вместе, потому что это очень много и большой объем работы, вот, ну, мы надеемся, конечно, очень рады были видеть у себя нашего мэра. Борис Албегов встретился с представителями крупнейшего российского завода «Уралтрансмаш», выпускающего передовые трамвайные вагоны, и обсудил возможность пополнения подвижного состава Владикавказского депо транспортными единицами современных моделей. Глава администрации города Владикавказ ранее озвучивал идею приобретения новых вагонов в лизинг. После подробного рассмотрения вопросов в столичную администрацию были приглашены представители «Уралтрансмаш» и «Сбербанка». Антивандальные сидения, система кондиционирования, пандусы и переменный уровень пола – это минимальные характеристики, которыми, по словам руководства города, должны обладать современные трамваи, в перспективе приобретения порядка 10 вагонов. В свою очередь «Сбербанк Лизинг» произведет расчеты и вскоре представит условия приобретения экологически чистого вида транспорта в лизинг. Подвижный состав городского депо уже давно нуждается в модернизации. К слову, самый старый вагон «Влад Электротранса» 1975 года выпуска, самый молодой, младше на 10 лет. Их эксплуатация экономически невыгодна. Уральский вагон потребляет электроэнергию на 40% меньше, а при сильном перепаде напряжения он способен проехать еще 300 метров за счет энергии аккумулятора. Напоминаем, что в планах у Владикавказской администрации оптимизация трамвайной сети. Руководство города в настоящее время формирует систему развития и повышения рентабельности предприятия «Влад Электротранс». При этом власти рассматривают возможность демонтажа трамвайных путей с непопулярных маршрутов, например, на некоторых отрезках проспекта Коста и модернизацию тех направлений транспорта, которые востребованы среди населения. Бушевавшая несколько дней на территории Северной Осетии непогода внесла свои коррективы в функционирование главных транспортных артерий республики. Министерство по червячайным ситуациям информировало население о прекращении движения, о том, как сейчас обстоит ситуация на военно-грузинской и военно-осетинской дорогах, нам сообщили в Главном управлении Министерства червячайных ситуаций по Северной Осетии. По состоянию на 21 января военно-грузинская дорога открыта, но с ограничением большегрузных машин. Связано это со сложной метеорологической обстановкой на дороге в Грузии, особенно на перевалах. Копление техники на сегодняшний день 60 единиц техники. Транскавказская магистраль открыта в обоих направлениях, однако в горах сохраняется лавинная опасность. На сегодняшний день сошло 85 лавин, из них 50 были спущены принудительные. В позже случае хочу обратиться к тем, кто планирует ехать в Южную Осетию или Грузию. Уточняйте режим работы по телефону 112. Имейте достаточный запас топлива. Спасибо за внимание, берегите себя.